МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа «Новины регионов» студии Кристина Каранкевич. Вітаю вас и у гэты випуску «Глядите». Креативная экономика, занятысть молодзи, развито сельского туризма. Новые мясцовые инициативы пяти районов в області на кермаши проектов. Проезды у городским громадским транспорте в області подорожая. Спевают все. Легендарные артисти, репетиции и концерты. Международный фестиваль «Золотый шлягер» Прымая Могилёв. Кермаш региональных проектов в Быхове представил новые мясцовые инициативы пяти районов в області – Быховскага, Кличовскага, Краснопольскага, Славгородскага и Черековскага. Усі инициативы оценены як перспективные, и они датычатся креативной экономики, занятысті молодзи, развитя сельского туризма, проблемы отходов и інших. Лепши идеи и проекты могут отримать фінансувание международных и беларуських организаций. У Славгородской вёсцы хворостяны Амаль Годтаму открыли свою справу три товарищи – экономист, геодезист и механизатор. Мужчины вырошили, что будут выросшивать у глубинцы грибы-вёшенки. Хотелось что-то начать созидать, хотелось какое-то производство. Ну и как-то было принято решение, что надо направить свои силы на производство продуктов питания, потому что люди хотят кушать всегда. Партнёры набили за аукциона «Будынок былой школы» и там наладили вытворчость. Пакуль – полторы-дзве тонны на месяц. Фермеры марать про поширение и створение працовных местов, что каштовно для вёске. Тому и они мают потребу у подтрымцы прынамси Международного фонда развития сельских территорий, який и организовал кермаш проектов у Быхове. Мэтта кермаша – кабсустрелись аутеры проектов и те, кто может допомогти финансово и парадами на их старте. А далей – развитё села. Для меня самым главным результатом являлось бы то, что люди не уезжают с сельских территорий. Что сельские территории – это сегодня звучит гордо. И мне кажется, этот тезис самый важный для нашей страны. Кали казаць про конкретную патрымку проектов, то, наприклад, паводля программы малых грантов Глобального экологичного фонду 11 проектов шасті пауднево-усходних районов Могилёвшины отрымали каля мільйона долару. На наступные два годы такая патрымка чакается у полтора мільйона долару. Мы здесь поддержали, сколько хороших проектов в этих районах. Я смотрю, что если вначале они как бы появлялись единицами, то сейчас уже речь идёт на десятки. Надеемся, что в конце реализации нашей программы будут уже сотни хороших проектов, которые конкретно будут помогать людям и способствовать сохранению окружающей среды. Литовцы, які приехали на Кермаш, хочут супрасовничать у справе кулинары и рамюству. Яны могут знайсти партнёров у Крычеве, где створили город-майстру. Сфера ремесничества, сфера туризма. Вот эти сферы, я думаю, перспективны, потому что у нас один из старейших городов, поэтому, я думаю, это тоже будет интересно местным жителям, которые могут реализовать свои инициативы путём подачи заявок. Такие справы, як вытворчасть вёшанок, эти, например, с лаугородских сыров, показывают усім, что инициатива с подтрымкой перетворяется у проекта, яке меняют до лепшого життё людей. И тем самым они показывают рядом людям, которые живут в этом населённом пункте, что необходимо заниматься, необходимо двигаться вперёд, чтобы обеспечивать благополучие и своих семей, и населённого пункта развития. Проезды в городском громадском транспорте на Могилёвщине подорожают. Отповедное решение принято и подписано Могилёвским Абл-Ваканкамом. Зараз документ находится у Министерства юстиции и чекает опубликование. На 5 копеек, сгодно с документа, повеличится кошт квитка на одну поездку в автобусе-те-троллейбусе и складе 50 копеек. Як поведомили у отделе транспорта и коммуникации Абл-Ваканкама, повышение закрани не только Могилёв, а либо Бобруське и усе районные центры в области. Отповедно повеличится и цена на проездный билет. Нагадаем, что попереднее повышение кошту проезду отбывалось и у Снежни 2016 года. Як отзначили у отделе транспорта и коммуникации Абл-Ваканкама, а сёляторошение принято по причине росту стратов на проезд и утрыманне транспортного парку. Шкода природи амалют 28 тысяч рублей. Кличеви супрацовники инспекции аховы живёльного и рослинного свету спынили для проверки грузовый автомобиль, який перевозил драунину. Документы на ее транспортировку у водителя отсутничали. Инспекторы высветлили, что на место, откуль вывозили гэтую драунину, парушальники незаконно высекли больше за 260 древов розных пород. Общий вред составил более 1200 базовых величин. В отношении нарушителей в данный момент возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание может грозить сроком до пяти лет лишения свободы. Могилю протягивая примать гостей Международного музычного фестивалю «Золотый шлягер-2017». В день врачистого открытия свято «Зорный десант» высадился на Чугуночном вокзале. Сиротых, кто прибыл «Тягняком Москва-Гомель» легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Добрые молодцы» Сустрыкала, вядомых выканавцев, Олеса Рыбалка. Московский «Тягняк» без поздней не прибывает у 5.22 ранецы. Больше всего пассажиров навыд и не догадываются, что разом с ними у «Тягняку» на «Золотый шлягер» у Могилю едут и зоркие эстрады. Мы, наверное, в другом вагоне ехали, не вместе. Фестиваль любите, знаете? Знаем, любим, слушаем. Надо же, даже не знали. Очень приятно. Добрые молодцы, частые гости у Беларуси. У Могилювы рады быть удвоя. Шлягерный формат для их самый близкий. Деля популяризацией своего любимого репертуара, вия и протягивает и сновать. На фестиваль приезжают третьим разом. Шлягеры у их выкананни будут учать снова. Это, прежде всего, песни, которые нам нравятся. А во-вторых, песня, которая нравится, она потом становится популярной. Вот это и шлягер есть. Песня, которую поет народ. Помню, в детстве я слушал у огня певучий бабушкин рассказ. Вот это вот как раз песня на стихи вашего поэта Олега Жукова. Мы приехали его тут поддержать, показать его творчество. В 90-х годах, в конце 90-х были, в 2000-х, не один раз приезжали. Когда только начиналось, 96-й год, 97-й. Ну, большая пауза была, и вот мы снова на золотом шлягере. Спасибо за приглашение. Раньше был конкурс вокально-инструментальных концаблей молодых, памяти Мулявина. И я вот был в жюри на этом конкурсе. Мне очень понравился этот сам конкурс. Понравились коллективы, потому что там все работало живьем. Было очень интересно. Я бы хотел, чтобы вот этот момент остался бы в золотом шлягере. Назва «Добрые молодцы» у першиню прогучала со сцены у 69-м годе минулого ста годзя. Зменився не один склад коллектива, а за уседы вея супрацовнишу с самыми знакомитыми поэтами и композиторами Советского Союза. Сяроды их – Давид Тухманов, Юрий Антонов, Александр Флярковский, Олег Жуков. Их песни я не протягиваюць выконвать. Гости «Золотого шлягера» только съезжаются в Могилеву. Это вядомые выконавцы не только из России и Беларуси, но и из далекого замежа. До примера, со Соединенных Штатов Америки, Германии и Австрии. Так что у музычных аматоров Могилева будет добрая махчимость узгадать знакомитые и милые сердца шлягеры. Олесь Рыбалка, Миколай Соболев, Новина Региона. Урочистое открытие Международного музычного фестивалю «Золотый шлягер-2017» 24-го Кастричника. У Палаци культуры в области великий концерт эстрадных выконавцев. На переддние выступления артисти провели не одну репетицию, как порадовать слухача шлягерами. Африк Симон репетирует не только песню, а и эмоции на русской мове. Артист Германии обовязково попробует захопить своим запалом публику. Рыхтой и сюрприз с вустом замежного гостя. Мелодия знакомитых ашлягера, знакомитой советской спевачки. Режиссер с выканавцами проговоровая усюда дробязев. Выход артиста, кропку на сцене, нават жарты с ведущими. Ну и, конечно, гучанья. Техничные моменты, якие дозволяют гучать голосу артиста, як мая быть, самое важное, каже латвийская вокалистка Вольга Пиракс. Спевачка, выконовая папуры, створа у вядомого композитора Раймонда Пауса. Репетиция для ее стала вельми удалой. Чтобы подкорректировать какие-то моменты, что-то тише, колоночку, там мониторчик. И все такое, посмотреть, как тут можно двигаться на самом деле. Так что все нормально. Многие удельники шлягера со своими музычными инструментами. Их настройцы – так само особливая увага. И организатор, и артисты рыхтуются подарить глядачу свято. Золотое шлягер – очень хорошо. У фестивальной программе «Киномузыка» «Золотая коллекция» прогучали хиты «Айчинного» и «Замежного кинематографа». Знакомитая песня и мелодию выполнили артисты областной филармонии в сопровождении дебютанта Международного фестиваля Могилевского коллектива «Голдстринг». У палации в области «Аншлаг» послухать киномузыку с золотой коллекцией сусветного и советского кинематографа пришли не только могилючане. Многие приехали из районов. Я на этих кинофильмах выросла, и мне они очень нравятся. Поэтому я и решила прийти и послушать, и посмотреть. Хотелось бы услышать песни тех лет. Вообще мы часто посещаем «Золотой шлягер». Стараемся каждый год попасть на концерты. Это раз в год бывает. Не каждый раз выберешься, и можно уделить какой-то маленький процент из бюджета для этого события, чтобы посетить, посмотреть. Артисты активно репетируют концерт такого масштаба для многих у першиню. Лично для меня он, конечно, очень серьезен. Потому что это достижение определенной цели. Это наша мечта, которая была поставлена несколько лет назад. Хиты мировые из различных кинофильмов. Некоторые из них будут весьма неординарной такой аранжировки. Я думаю, для зрителя это будет какое-то откровение. А спевачка Вольха Гарничар у промым сенси слова вучится ходить по сцене. Покрыть все склизко и для его яскравых агентчиков треба призвучается. С каждым концертом у нас какие-то новшества, новые покрытия. И, конечно, это приятно. Но мы, прежде чем выйти на сцену, безусловно, должны чувствовать себя комфортно и уютно. Поэтому все мы пробуем, вот в частности я. Для того, чтобы попасть в «Золотой шлягер», конечно, очень сложно происходит отбор, потому что мы выступаем на вот этой красивой большой сцене наряду с известными мировыми звездами и эстрадой классической музыки. Поэтому для того, чтобы попасть, я считаю, надо в первую очередь интересная идея, яркий проект и талантливые люди. Кинохиты сопроводжались овациями, глядашу. Текавая сцена и шлягерные мелоды многих по-соправдному вернули уприемные успамины. Татьяна Сергеевич, Николай Соболев, Новины региона. Каштонную подвеску, якая выкнана по узору сребраника Ярослава Мудрога и датуется 11-м стагодзем, знайшли у Могилёве в зоне Дубровенки. У Музея истории Могилёва вывучают каштонные предметы, якие днями подарил первый наместник Старшини Совета Федеральной национально-культурной аутономии Беларусы России Валерой Казаков. Мы моим гоноро представить наши опошние набытки. Это шерых предметов археологии, якие были знодзены у межах нашего города. И якие подравал нашу установе, письменник, наш земляк Валерий Миколаевич Казаков. Сяроду гэтых предметов асаблева влучшается вось гэты артефакт. Гэта, як зараз доследу не только пошаліся яго, зараз мы лишим, что гэта монетовидная подвеска выкананная по узоры сребраника Ярослава Мудрога, якая датуэца ажно 11-м стагодзям. Вельмі редкая і каштовная рэш. А крамя медальона з выявами тры зуба і вірагодна Георгія Перамошцы, ў гэты колекции розныя упрыгожыні – перстёнки і часка бронзалета, крыжык, які датуэцца папярыдні 17-м стагодзям. Стала вядома, што знайшлі гэтае сребраная прадметы ў гістарышны часцы города, паблізу Райкі Дубравенка. Сребранік, што став прототыпам для каштовнага медальона, адна з самых редких монет часаў Київской Русі. У свете вядома ўсяго тулькі 7 таких монет і кошт падобных артефактов ў нумизматов – десяткі тысіч долару. Правда, гісторыкі лішы, што гэтае рэчы немаюць грашовага выражэння. Яны бясценныя для культуры, гісторыў Могилёва і гэтае спадшына Беларусі. І да справнадзённых, Могилёвы районы в області чакай вялікая уборка. На 28-я Кастрычніка запланованы Восінський суботнік. План работы на аб'єктах готовы, паведаміли ў адделі жылёва коммунальны гаспадаркі Гарвы Конкама. Гэта будзе сваясаблівая падрыхтовка да зімы. Будзе прабіраць ў парках, скверах, зялёных зонах. Запланована і высадка новых древа ў приватнасті ў Могилёвскім парку Падніколля. Там, дарэчі, будзе працываць керавніцтва Могилёва і работнікі Гарвы Конкама. Так само особну увагу нададуть і дворовым тэриторіям. Усіх неабыяковых запрашаюць долучыцца до доброй справы і обіцаюць забаспечыць усім необходным інвентаром. Работнікі коммунальных службов будзе шчараваць на сваіх аб'єктах, магістралях, мостах, парках. Тільки у Могилёві у дельніково-уборці планується не мені за 50 тисяч. Долучайтеся і ви, субботник, стартує на об'єктах у 9.00. Дякую за перегляд!